Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Мир и благодать вам, дорогие друзья, которые нас посетили, друзья, которые с нами не присутствуют, но видят и слышат нас. Пусть Господь будет для нас благословением. Перед началом проповеди я желаю передать сердечную благодарность моей сестры младшей Лили. В ее родстве, родстве ее мужа, несколько времени тому назад произошло большое переживание. Брат Женя и его сестра Катя, они обратились ко всем церквям, ко всем друзьям с нуждой. Уже не обнаружили за глазом опухоль, ее удалили, но опухоль опять прогрессировала. И вот в начале года ему сделали сложную операцию, которая длилась почти 10 часов. Они открыли глаз и взяли анализ, и это была злокачественная опухоль, кенсер. И они сделали большую операцию, они удалили часть роговицы, кости, и глаз полностью удалили. Это была сложная операция, но по молитвам друзей, по молитве церкви Господь благословил. И вот у него было на этой неделе обследование, ему сделали МРА и кенсер нету. Слава Богу! Бог велик, и Он отвечает на молитву. И они передавали сердечную благодарность всем, кто молился за семью Жени и Кати, и у них двое деток. И вот они имеют такую радость и передают благодарность. А теперь моя проповедь будет, друзья, в продолжении той проповеди, которую брат Владимир предложил. И основанием ее будет место в Священном Писании, которое записано в книге Притчи Соломона, 4 глава, 23 стих. Притчи 4, 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Когда в Слове Божьем говорится о сердце, это не имеется в виду орган кровообращения нашего. Когда говорится о сердце, сердце есть орган средоточения чувств, настроения человека, отзывчивости, доброты души, мир человека. Понятие сердца включает в себя не только чувства, но и воспоминания, мысли, намерения, решения. Именно сердце является местом окончательного решения поступков и действий человека. Это внутренность наша. Когда наш Господь Иисус Христос был на этой земле, Он, говоря о сердце человека, сказал такие слова. Это записано у Матфея, 15 глава, 19 стих. Матфея, 15, 19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельствий, хуления. Это оскверняет человека». Здесь Иисус говорил не о сердце Адама и Евы, которое сотворил Бог по образу и подобию своему, а Он говорил о сердце Адама и Евы и нас, и их потомков, которые поражены были грехом. Это внутренность нашей отхода, исходит все зло. Это наша адамовская природа. Но вы знаете, Бог в любви, Он велик, Он всемогущий, и Он имеет планы самые лучшие для человека. И Бог через пророка Иеремии, Он сказал, прекрасное обетование для человека. Не всегда так будет. И есть средства борьбы от этого внутреннего сердца, из которого исходит все зло. Он сказал, это записано. Книга пророка Иеремия, 31-33, Иеремия 31-33. «Новозавет, который я, говорит Господь, заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Это прекрасное обетование, которое Бог дал. Что он сердце изменит. И когда Бог меняет сердце, оно становится прекрасным, оно становится мягким, добрым. Из него истекает, исходит добро, свет и мир. Когда Бог прощает человека, Он ему дает новую жизнь. Он дает жизнь любви. Но с этим не заканчивается внутренняя борьба. В этом начало только новой борьбы. И не на полях сражения, а в сердце человека происходит решающая битва между духом всеединства Христа и духом разъединения Антихриста. Мне понравилось очень высказывание епископа Игнатий. Это один из отцов церкви. «Как земля по причине поразившего ее проклятия не перестает сама собой приносить волчицы и тернии из поврежденного естества своего, так и сердца, отравленное грехом, не перестает рождать из себя из своего поврежденного естества греховные ощущения, греховные помышления». Вот она, наша адамовская природа, которое поражено грехом. Когда мы открываем страницу Священного Писания, знаете, для меня очень открытый пример сердца человека, пораженного грехом. Это, помните, когда мы читаем о царствах, о народе израильском, когда народ израильский по ожесточению своему отверг пророка Самуила и говорит, поставь нам царя, чтобы у нас было, как у всех народов, прочих. Самуил был очень поражен, он обращался к Богу и Бог говорит, «Не переживай, ни тебя не отвергли, они отвергли меня». И тогда поставили царя Саула. Слово Божие говорит, что он, Саул, он был от плеч своих выше на голову всех людей. Представляете, могучего человека его поставил царем. народ израильский имел благословение. Но прошло время, и Бог говорит, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слово мое не исполнил». Прошло время, были время успеха, благословений, но сердце царя, могучего, прекрасного, оно надмилось. Он Слово Бога не исполнил. Он презрел Слово Бога. Он поставил себе памятник, возвысился над всем народом, и Бог по правосудию Своему, по справедливости, Он отверг его. Что случилось с царем? Почему? Мы видим итог, когда его сердце надмилось, когда он не послушал Слово Божие, когда Бог удалился от него, тогда в нем вышла изнутренности его вражда, подозрительность, злоба, убийство. Этот могучий царь, он от сердца желал Давида, зятя своего, метнув копье, пригвоздить и убить. Как могло такое случиться, тот, который был пророком, Богом помазан на царство, потерял все вот внутренность, красоту внутренности своей, а из него и сплеснулась вот такая злоба и готовность к убийству. Вот у нас сердце, в чем больше не живет Бог. Бог не управляет, Слово Божие не управляет более. А адамовская природа, она способна прислушиваться к другому голосу, который управляет теперь человеком, дьявол и все зло, которое он направил на него. Я радуюсь тому, что мы живем во время Нового Завета, во время благодати, когда Слово, сказанное Богом через пророка Иеремию, исполнилось. Он вложил завет свой, закон свой в сердца наши, написал. Это новая жизнь, это новое рождение. Оно происходит, начинается у креста Голговского в молитве покаяния, когда мы видим, что я погибший грешник, я потомок Адама, далеко ушедший от Бога, а на кресте Голговском есть Тот, Который руки простирает и стал жертвой у милостивления за грех всего человечества и за грех мой. В молитве покаяния я признаю Господа Иисуса Христа лично моим спасителем. Весь грех приношу к Нему и прошу Господи, прости. И Он это делает по правде своей, по великой благодати своей, прощает, омывает, очищает и делает наследником неба. И новая жизнь начинается. Но, дорогие братья и сестры, заканчивается ли та внутренняя борьба или это только начало? Бог нас не делает нас своими рабами, Он нас не привязывает. Воля наша остается доброй волей. Выбор всегда за человеком. Поэтому Бог, предупреждая, говорит, больше всего хранимого храни сердце свое. Помните, Адаму, какое повеление дал Бог, когда поселил в раю в Идемском саду? Он сказал, возделывай и храни. А вот теперь Бог повелевает нам, ты сердце свое храни. Когда Дух Божий возродил в нас Дух Жизни, наша ответственность хранить сердце наше чисто пред Богом. Когда мы открываем Новый Завет, я восторгаюсь апостолом Павлом. Но, когда мы посмотрим на жизнь Савла, молодого юношу, прекрасного, интеллектуально развитого, перспективного, ревностного, но он был настолько ревностный, что последователь Иисуса Христа он готов был уничтожить. Он находил с ревностью, вязал их, приводил в тюрьмы, истязались, а их приводили к смерти. Когда убивали ученика Иисуса Христа Стефана, он был там, он стерег одежды и подавал голос свой, он достоин смерти. А потом, когда встретился с Иисусом Христом, как с личным спасителем, он говорит, Господи, кто Ты? Он говорит, Бог, я Иисус, на заре которого Ты гонишь. Он говорит, что повелишь мне делать? Это начало новой жизни. Дорогие братья и сестры, вот то сердце, которое жестокое было, как оно преобразилось? Кто из апостолов мог сказать, у Вас учителей много, а вот отцов мало? И апостол Павел говорит, а я родил Вас словом истины. Он, как заботливый отец, он говорит, кто из Вас в немощи был, в нужде был, и с кем бы я не сострадал? Вот у нас сердце нового человека, измененного человека, наполненного милостью, благодатью, любовью, состраданием. Наверное, каждый из нас испытал такое внутреннее состояние после покаяния, после начала новой жизни. Дорогие братья и сестры, потом практика жизни показывает, и, наверное, опыт нашей жизни показывает, проходит время, приходит какое-то внутреннее охлаждение, нет того огня, нет той любви, первой, нет той любви, которая готова была всех обнять. Приходит падение, в искушениях не устоял, приходит даже отречение и измена Богу. Печально? Должно так быть? Не должно. Бывает такое? Бывает. Почему? Одна из причин не поздравилось вот высказывание, если человек не обратился всем сердцем к Богу, то молитва его не принесет успеха. Одна из причин падения в христианской жизни, охлаждения духовного, это когда полностью сердце человека не отдано Богу. А как понять, полностью отдать или не отдать? Знаете, когда человек приходит к Богу и говорит, Господи, я весь Твой, возьми жизнь мою, войди, сердце мое, все Тебе. Но, когда человек говорит, все, но вот это, оно останется у меня. Мы называем его, беря в руки Библию, любимый грех, который человек не оставил. Он может быть различный. Что-то из старой жизни греховной, что-то осталось, потому что, помните, Иисус Христос, когда обратился к больному и говорит, хочешь ли быть здоровым? Конечно, хочу. И Господь исцелил. Вот это вот хочу, хочешь ли, это выбор нашей доброй воли, это решение нашего сердца. И вот всегда, когда человек покаялся, следует за Господом, потом падение, потом и опять падение, поверьте, всегда там есть грех, который не хочу оставить. Не не могу, не хочу, а не могу, потому что хочется оставить. Это одна из причин. Второе, это недостаток веры. Я как раз на этой неделе закончил чтение Евангелия от Луки, и помните, когда Иисус Христос, воскресший, явился двум ученикам, которые шли в Эмаус, и Он встретил их и спросил, отчего лица ваши печальны, и они начали говорить, мы-то думали, что это начало царства. А вот Иисус Назарей уже третий день, как в огробии, и там написано, о несмысленной или медлительной сердце, чтобы веровать всему, что предсказано пророками. Дорогие друзья, почему Иисус Христос обличил и обвинил, упрекнул в неверии, в медлительности сердца, чтобы веровать. Ведь ученики видели, что тот Иисус Христос, который творил невозможное, Он воскрешал мертвых, Он изгонял бесов, Он исцелял любую болезнь. Его связали, Его избили, Его прибили ко Кресту, и Он умер. Умер сто процентов, это смерть была. Его положили во гроб. Такого никогда в практике не было. Чтобы учитель, Сын Божий умер на кресте, погребли, все безвозвратно, невозможно. Практика жизни показывает. Практика жизни одно, а Слово Божье это другое. И Христос говорит, почему вы медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что предрекли пророки. В Слове Божьем сказано, что Христос будет распят, умрет, и в третий день воскреснет. Христос был с вами, ученики, и Он говорил вам, почему вы не поверили. Мне нравится слово, которое написано дальше. тогда, тогда отверстся ум их к уразумению Писания. Господи, а почему ты не открыл им раньше ум, чтобы они поняли Писание? Дорогие друзья, как важно в жизни нашей, повседневной жизни, нам доверять не практике жизни, не совету друзей, людей, или может быть очень уважаемых нами людям, но Слову Божьему это единственный источник, достойный стопроцентного доверия. Если в нем написано, мне нравится пример такой жизненный, дети, в одном классе учительница разговаривала и говорила, в Библии написано, что кит проглотил Иону, так написано? Мальчик верующий говорит, да, так. Она говорит, ученые исследователи нашли что кит не может проглотить много. Он поглощает мелкую рыбку, потом воду процеживает через зубы и только маленьких рыбок проглатывает. Мальчик говорит, если бы в Библии было написано, что Иона проглотил кита, я бы поверил. Но в Библии написано, что кит проглотил Иону, значит, так было. Но мы знаем, что те же ученые, они нашли вид китов, которые запросто могут человека проглотить. И были случаи после Ионы, которые человека проглатывали. В Слове Божьем написано, это истина. Бог сказал, это истина. Нам часто недостает доверие. Недостаток веры от недостатка знания Писания. Мне нравятся слова, которые записал апостол Иоанн в первом своем послании. Первое послание, вторая глава, тринадцатый стих. Здесь написаны прекрасные слова. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Дорогие друзья, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Вот в этих искушениях, в этой борьбе внутренней, когда наша рожденная вновь природа, от Бога рожденная, она к святости идет, а дьявол, он, влияя на нашу адамовскую природу, к злу ведет. И вот в этом испытании, в этом искушении тут написано «Вы победили лукавого». Как бы мне хотелось всегда в искушениях, в испытаниях выходить победителем, чтобы дьявол никогда не выиграл, чтобы я победил его. В следующем стихе написан секрет. Следующий стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». И следующее. «И Слово Божие пребывает в вас». И вы победили лукавого. Почему, молодые, вы победили юноши лукавого? Потому что Слово Божие пребывает в вас. Только оно сильно дать нам победу в искушениях, в испытаниях наших. Только Слово Божие. Вы помните Иисуса Христа, который был после крещения введен духом в пустыню, и там сорок дней и сорок ночей он находился в искушении. И когда дьявол ему предлагал, помните, с чем он отразил его стрелы? Словом Божиим. Написано не хлебом единым. Написано «Не искушай Господа Бога твоего». Написано «Господу Богу твоему служи». Как важно знать, дорогие друзья. Поэтому я возвращаюсь к старой истине. Это секрет, но старый открытый всем. Слово Божие важно слышать в доме молитвы и быть внимательным к нему запоминать. Слово Божие важно читать постоянно, чтобы оно было в сердце. Слово Божие важно. Помните, брат у нас Николай был, с Казахстана приезжал, и он сказал, дорогие друзья, повернитесь друг к другу и скажите три обетования на память, которые вы помните. Обетование Иисуса Христа, обетование Бога для тебя. Помнишь? Это важно. Важно читая Слово Божие. Многие практикуют, имеют рядом книжечку, тетрадку. В ней записывают обетование, чтобы в день злой можно было противостать и одержать победу. апостол Петр нам говорит в своем послании в первом, пятая глава, девятый стих. Противостаньте ему твердую верою, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими. Противостать дьяволу нужно твердую верою, а вера приходит от слышания Слова Божия. Важно в жизни нашей практиковать обетование, которое мы имеем. Я знаю, что братьям-служителям больше приходилось может быть сталкиваться с людьми одержимыми духом нечистым. Чем можно противостать и одержать победу? Только Словом Божьим, только с силой крови Иисуса Христа, только победа Его на кресте и тот, который в нас, он больше, чем в них, который. Только знанием Слова Божьим можно противостать и одержать победу. Это важно для каждого христианина, для юноши, для девицы, для мужа, для жены, для старец и для старца. В любом возрасте очень важно знать Слово Божие, записывать их, изучать, и чтобы Слово Божие жило в сердце, и чтобы мы могли им отразить искушение. Искушение не надо ждать, когда-то они придут далеко, и они будут подобны на то искушение, которое пришло, может быть, Иову, которое пришло Саулу в свое время, или Давиду. Искушение приходит каждому из нас. Брат поделился со мной, позвольте сказать, говорит, ко мне пришло такое искушение от дьявола, было небольшой конфликт с братом, его можно было легко лишь решить, но я его не решил, а впереди молитвенное собрание и вечеря. И вот одно искушение, ты не можешь участвовать в святыне, ты не можешь, у тебя конфликт есть, ты не можешь идти даже на собрание, и сатана одержал победу, он остановился, и не был на собрании, и не был участником заповеди Господней. Но Слово Божие говорит о другом, чтобы мы участвовали в этом, а чтобы это было не в осуждении, чтобы мы испытывали сердце свое, внутренность свою, и шли путем. Иоанн говорит, если ходим во свете, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот оно Слово, вот он обман дьявола, а вот сила победы дарующей, Слово от Иисуса Христа, которое передал нам апостол Иоанн. Вот оно Слово, которое можно противостать, отразить в практической нашей жизни. Дорогие братья и сестры, это важно в молодые годы, это важно в супружеской жизни, когда между мужем и женой какой-то конфликт случается. Поверьте, из сердца исходит. Может быть, мысль пришла, а потом помышления пришли в сердце и из сердца исходят и несогласия в семье, и ссора в семье. Когда происходит развод, для меня всегда горько. Когда я слышу, кто-то вдали разрушилась семья, это всегда горько. Когда в Церкви Божией это трагедия, но, поверьте, это последствия, так, как было у Саула, последствия это. А начало было намного раньше и началось вот здесь. Вот здесь нужно искать причину в себе. Знаете, мы посетили наших друзей, которыми были в одной церкви, там в Киргизии, когда были в Спакене, и там друзья говорили о том, что уже проводили вечность, старец ушел в вечность, но говорят, когда старец пришла, ну, такое начало выплескиваться у него, уже разум не работал, а в словах такие слова говорит, которые слушать не хочется. Я думаю, как вы думаете, друзья, откуда оно это приходит? Я не собираюсь судить об этом, просто наблюдаю, думаю, как бы вот, когда разум уже не работает, а из подсознания выходит, выплескивается, а почему оно грязное выплескивается? Может быть, время было, когда мы наполнили грязным, оно теперь, когда сознание не работает, из подсознания выплескивается. Я не осуждаю, а рассуждаю, как бы сохранить вот внутренний сосуд сердца в чистоте, как сохранить в чистоте в ожидании. Вот это один секрет, который записал нам книга Библия, Псалом 118, 111, Псалом 118, 111, «В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить». Это стих универсальный для молодых, для взрослых, для пожилых, для старцев в любое время. В сердце своем сокрыл я слово. Сокрыл, положил, положил. Вот оно, в сердце моем слово, чтобы не грешить. Сердце – это сосуд, который должен быть наполнен. Если он наполнен Словом Божиим, тогда дьявол не имеет туда доступа. Дорогие братья и сестры, те, в чем в сердце живет Иисус Христос, те, которые радуются новой жизни, у Иисуса Христа было смиренное сердце. «Если он живет в сердце моем и твоем, то там не будет места гордости и гордость не будет царствовать в нашем сердце». У Иисуса Христа было любящее сердце. Если он живет в моем и твоем сердце, то в нем не будет ненависти, злобы, мщения. Господь Иисус Христос имел милосердное, понимающее сердце, сострадающее. Если он живет в твоем и моем сердце, тогда милосердие будет регулировать наши отношения в семье, в церкви, на работе, по соседству. Иисус Христос имел бескорыстное сердце. Если он живет, то там не будет себелюбие, честолюбие, потому что вся слава принадлежит только Богу, а мне жизнь вхождение пред Ним. Я радуюсь тому, что Господь Иисус Христос, придя на эту землю, Он открыл, принес нам благодать. Благодать – это незаслуженное спасение. Дорогие братья и сестры, кто им может воспользоваться благодатью, спасением? Слово Божие говорит, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я верю, всякий человек, самый последний, если признается в грехах своих, пред Богом молитвы покаяния, Бог простит всякий грех. я верю, что если бы в жизни своей, перед смертью, перед смертью в жизни Гитлер страшный человек, Сталин страшный человек, на руках которых кровь многих святых людей, они бы обратились к Богу в молитве и покаяния, мы бы не простили, а Бог бы простил. Такое у него сердце любящее. Я знал лично многих людей, чьи руки были запятаны в свое время жизнью, кровью человека, и которые нашли прощение у креста Голговского. Это свидетельство новой жизни. Их лицо преобразилось, их внутренность преобразилась, изнутри исходила любовь, благорасположение, человеколюбие, доброта. Это новые люди. Бог сегодня любому человеку предлагает, дорогой друг, если вы с нами находитесь, если слышите нас, если ты не приобретен с Богом, Бог говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Ему за величие, благодать Его, благодать спасающая, благодать прощающая. Но еще есть благодать восстанавливающая. Дорогой брат и сестра, если ты был в церкви, потом по каким-то причинам утратил и внутренность твоя на сегодня не Словом Божьим наполнена, а дьявол одержал победу и ты не победил лукавого, ты проиграл, ты упал. Может быть, отрекся или изменил Богу. Есть благодать восстанавливающая. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды. Это сила благодати. Дорогой брат и сестра, сегодня Господь говорит к сердцу моему и твоему. Когда я готовился к этой проповеди, Господь больше говорил ко мне. Ты знаешь, в чем у тебя борьба в сердце находится. Знаете, одному человеку очень трудно устоять, когда у другого есть благословение. Это называется зависть. и он не может сорадоваться, и у него внутри начинается эта зависть. Другому человеку это абсолютно неизвестно, и он свободен, но Бог может избавить от этого. Другому очень трудно иметь прощение, простить и не иметь обиду. гордость. Другому гордость. Это внутреннее состояние, внутреннее чувство, которое мешает человеку возрастать, приближаться к Богу, любить от чистого сердца. Осуждение, недовольство это порог, который тиранит лично человека, который приносит неудобства окружающим людям. это частолюбие, это эгоизм. Эгоизм в нашей жизни или самолюбие, оно просыпается намного раньше, чем наш разум начинает работать. Моя дочка поделилась, говорит, когда я говорю, детки, вот вам одна большая конфета, поделите ее пополам на двоих. Она поделить нечестно, себе больше возьмет, а мне меньшую. Откуда оно это? Мне больше, а вот тебе меньше. Она тогда, знаете, как говорит, хорошо, один разрезает, а второй выбирает. Только тогда приходит честность, справедливость, точно пополам. Вот оно, эгоизм, когда. И он сопровождает адамовской природе нас всегда. Если не бодрствовать над ним, не хранить сердце, оно вырывается наружу. Мне нравится слово назидание, слово ободрения, которое записал апостол Павел церковь филиппийцам, 4 глава 4 стиха по 7. Вот здесь надежда, которую Господь дает на то, что Бог с нами и Бог силен сердце человека изменить и восстановить. радуйтесь всегда Господи, еще говорю радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям Господь близко. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Дорогие братья и сестры, вот он путь, который показан практически нашей жизни. Радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем людям. Не заботитесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Дорогой брат и сестра, дорогой друг, ты знаешь проблему твоего сердца. Открой ее пред Богом искренне, чисто, сердечно, в молитве. И вот он итог. И мир Божий, который превыше нашего ума, он соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.